уважаемые друзья рыбаки всем крепкого здравия сегодня будем изготавливать кивок для летней ловли на мормышку на маховую удочку давайте посмотрим какие инструменты и материала понадобятся нам для изготовления этого старожка нам будет необходима бутылка mountain dew красный маркер зажигалка ушная палочка коннектор от недорогого старожка из лавсана вот такой сверло на 0 8 миллиметра острый ножик либо ножницы и либо металлическая линейка либо уровень ну я в данном случае взял уровень потому что по нему будет легче вырезать старожок все давайте начинать изготовление почему вообще я взял для изготовления бутылку из под mountain dew дело в том что большинство старожков покупных которые используются для ловли на боковой кивок они достаточно сильно порусят и есть некоторые проблемы с визуализации на большом расстоянии здесь старожок в обычном дневном свете он буквально горит потому что материал бутылки это вот такой пластик и и он очень очень хорошо заметен и соответственно это очень хорошо сказывается на результативности процесса поклевка подсечка то есть практически сто процентов поклевок вы будете видеть впервые надо будет снять этикетку с бутылки делается это легко и просто ну и теперь для изготовления старожка нам потребуется только вот эта вот часть ее надо вырезать вот у нас получился материал из которого мы будем делать наш старожок значит длинный старожок я делать не советую потому что в летнее время очень часто есть такая проблема при рыбалке на боковой кивок как ветер ввиду того что ветер дует достаточно сильно временами старожок длинный начинает очень парусить очень сильно подвержен этому атмосферному влиянию поэтому длину старожка я беру как правило ну примерно 15-16 сантиметров я никому это не навязываю то есть делайте для себя старожки той длины которые вы считаете нужным но мой опыт подсказывает то что 15-16 сантиметров это вот прямо уже потолок я часто видел рыбаков которые сидят с карбоновыми старожками такие знаете здоровенные и вот большинство из них ловят на удочки которые изгибаются под своим собственным весом как пора было плюс еще такая кила здоровенная сантиметров 30 на конце и в конечном итоге получается ну не особенно такая впечатляющая снасть который на мой взгляд ну как то некомфортно ловить я люблю чтобы было все четко то есть жесткая удочка небольшой короткий кивок но в то же время чувствительный очень заметный и чтобы вся снасть работала как часы без сбоев и так далее нам надо будет разметить на заготовке примерно 15-16 сантиметров давайте возьмем 16 возьмем запас все это дело обстричь так вот у нас 16 сантиметров рисочку ставим и так примерно отрезаем эта часть нам уже не пригодится но тем не менее вы можете использовать ее для изготовления допустим там зимних стражков все теперь наша задача с помощью либо ножниц либо ножа выровнять нашу заготовочку чтобы можно было начать задавать первую грань нашего стражка делается это все очень просто помощью уровня и острого ножа вот так получается очень ровная кромка мы все теперь нам остается сделать небольшой конус на этой грани и также отрезать его с помощью ножа либо разметить значит иголочкой и вырезать ножницами но я использую нож потому что кромка получается ровная без всяких волн и так далее вот таким образом у нас получилось первоначальная заготовка ну а сейчас нам надо будет пройти к плите и нагреть нашу заготовочку и немножко ее вытянуть зачем это делать когда эта заготовка нагревается то она в сечении приобретает полукруглую форму что придает старожку дополнительной жесткости и он меньше парусит на ветру но для того чтобы старожок хорошо работал по мормышке его потом с помощью наждачной бумаги надо будет немного подогнать под вес определенной мормышки значит вес мормышек который я использую по весне да и вообще в принципе для ловли на боковой кивок составляет примерно 0506 грамм конечно здесь надо делать поправку на то на какой глубине и при какой скорости течения вы ловите но как правило как показывает практика основной вес мормышки это 0506 грамм все мы берем заготовочку зажимаем ее плоскогубцами с одной стороны с другой стороны можно взять и просто пальцами подносим нашу заготовочку к плитке плитка сейчас в режиме нагрева и аккуратно чуть-чуть еле-еле вытягиваем наш сторожок значит сторожок на плитке мы немного вытянули он стал ровненький и достаточно жесткий это пожалуйста обратите внимание свое на то что он стал чуть-чуть еле заметно изогнут видите значит такая изогнутая структура сторожка делает его более жесткий и наша задача сейчас с помощью наждачной бумаги подогнать переднюю часть сторожка под конкретный вес мормышки нам вот необходимы весы чтобы измерить вес мормышки но если в принципе вы уже много лет рыбачите на какие-то конкретные мормышки и знаете уже на что вы ловите да то весы вам уже будут не нужны в данном случае возьмем гвозди шарик саша зайцева значит вес у него 0,66 грамм то есть это достаточно серьезный вес для того чтобы можно было пробивать достаточно серьезную тягу на глубине примерно полтора метра может быть даже два метра на кончике сторожка там где у вас будет отверстие мы с помощью тоненьких ножниц делаем небольшую дырочку которую мы будем потом рассверливать и подвешиваем на нее нашу мормышку вот таким образом вот под таким углом у нас изгибается сторожок под весом мормышки 0,66 грамма но у меня просто набита рука поэтому я уже сделал такой кивок сразу же с нужным конусом по ширине но тем не менее все равно обработать кромку этого сторожка необходимо значит кромка сторожка обрабатывается очень легко вот такими движениями прижимаем сторожок в дощечке с помощью наждачной бумаги и протаскиваем наш сторожок под ней удаляются все заусенцы ненужные шероховатости и сторожок приходит к нужной кондиции дальше берем маникюрные ножницы и аккуратно обстригаем кромочки нашего сторожка чтобы они не были острые ну вот мы все обработали обстригли аккуратно вот так вот все это выглядит теперь берем маленькое сверло на 0,8 миллиметра и просверливаем отверстие под леску значит отверстие под леску просверливаем в том месте где мы делали небольшое отверстие для подвеса мормышки то есть грубо говоря ножницами мы изначально накернили отверстие и сейчас мы просто рассверли значит вот первое отверстие мы сделали аккуратно вот такое и сейчас нам необходимо сделать отверстие еще посередине ну вот мы сделали второе отверстие аккуратно вот у нас первое вот второе для изготовления коннектора нам потребуется коннектор от старого лавсаного сторожка вот такой вот значит кончик удочки у нас будет проходить вот в этом отверстие а отверстие для лески вот это вот большое нам надо усилить как это сделать делается это крайне просто берется ватная палочка стригается от нее это ватная часть берется зажигалка и аккуратно ватная палочка оплавляется в итоге наша ватная палочка выглядит вот так то есть она оплавлена теперь мы обстригаем где-то на половине нашу ватную палочку заправляем ее в коннектор вот так это все выглядит также обстригаем оставляя примерно полтора миллиметра вот так и заправляем все это дело точно также зажигал вот таким образом у нас получилось очень добротное качественное надежное проходное колечко для лески теперь наша задача каким-то образом разместить в этом коннекторе наш сторожок и я должен сказать то что делается это крайне просто протыкаем наш коннектор с одной стороны чуть-чуть и с другой стороны чуть-чуть то есть как вы можете заметить у нас получилось сквозное отверстие вот такое в которое мы сейчас проденем наш сторожок мы просовываем сначала самую тонкую часть все она у нас пролезла не изогнулась не перегнулась и все и теперь уже аккуратненько дальше проталкиваем оставшуюся часть ну вот друзья рыбаки наш надежный качественный хорошо видный сторожок для ловли на длинную удочку летом на кивок на мормышку полностью готов единственное что я бы может быть здесь еще добавил и я в принципе это и сделаю это покрасить немножко вот в этом месте красным цветом потому что часто бывает то что приезжаешь на рыбалку начинаешь ловить в одних условиях потом солнышко восходит и получается так то что светлый сторожок на бликующей поверхности водоема видно плохо а если поставить небольшую красную полосочку здесь отметину на сторожке то против солнца она будет выглядеть темной и будет более заметна чем вот такой вот горящий сторожок но в большинстве других случаев это не нужно потому что сторожок из этого материала из бутылки Mountain Dew видно очень и очень хорошо сторожок полностью готов я надеюсь что это видео вам понравилось пришлось по вкусу поэтому если вас не затруднит поставьте пожалуйста ему палец вверх поддержите это видео репостом либо напишите какой-либо комментарий все комментарии я читаю ну и у меня в принципе на этом все увидимся с вами в следующих видео и скорее всего это уже будет открытие сезона и рыбалка на боковой кивок и и Продолжение следует...